Доброе утро. Мы перейдем к более сложным сентенциям. На сегодняшний день мы работаем в рамках классификации Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована в конце прошлого года. И она содержит помимо того, что новую концепцию патогенетическую мунистарных образований кожи, также содержит и новую терминологию, с которой нам необходимо познакомиться, чтобы мы понимали друг друга, говорили на одном языке. Кроме того, в этой классификации впервые введен новый дискриминатор, который позволяет разделить все образования кожи на несколько групп. Вот на эти три большие группы в зависимости от степени так называемого кумулятивного солнечного повреждения или ССД. Это повреждения и кожи, и эластических волокон кожи, и генетического материала этих образований посредством ультрафиолета. В зависимости от степени накопления этих изменений, их делят на ассоциированный с высоким кумулятивным солярным повреждением, к которым относится лентигенозная меланома или лентигомалигномеланома, которая может развиваться только на участках кожи, которые подвергаются длительной тяжелой инсоляции. Десмопластическая меланома – опухоли, которые развиваются в участках, подвергающихся интермитирующей инсоляции. Это самая часто поверхностно распространяющаяся меланома, а также меланомы, которые развиваются в глубоком пенетрирующем невусе в БАП-инактивированных новообразованиях, пигментно-эпиталиоидной меланоцитоми. А также есть целая группа образований, которые не связаны с инсоляцией, в том числе это образование кожи, это спецоидные опухоли, акральные меланомы, а также меланомы, которые развиваются во врожденном или голубом невусе. Почему удалось таким образом группировать все образования? Потому что накопились данные о том, что инсоляция приводит к развитию ультрафиолетового повреждения ДНК с формированием характерного паттерна повреждения в виде множества точечных мутаций, так называемая ультрафиолетовая сигнатура, которая обусловливает высокомутационную нагрузку в опухолях, развивающихся при помощи такого патогенетического механизма, то есть которые имеют высокую или низкую степень кумулятивного солярного повреждения. При этом опухоли, которые не ассоциированы с этим механизмом, имеют совершенно другие характеристики нарушений генетических. Но при этом у всех меланцитарных образований можно выделить несколько общих патогенетических путей развития. Один из таких мощных факторов – это мапкиназный путь, который активирован практически во всех меланцитарных образованиях вне зависимости от локализации. Но если мы посмотрим, то существенно различаются механизмы активации этого пути. Так, в поверхностно распространяющейся меланоме, который характеризуется низким кумулятивным солярным повреждением, чаще всего он активируется при помощи мутации в гене Бераф в характерной точке ВИС-600И. При этом в опухолях, которые характеризуются высоким кумулятивным повреждением, этот путь активируется чаще всего за счет потери негативного регулятора мапкиназного пути или НФ. Если же мы возьмем акральную или увиальную меланому, спецоидную опухоль, то они имеют другие механизмы. Также часто в меланцитарных опухолях встречаются нарушения регуляции клеточного цикла за счет потери активности гена СДК и Н2А, который кодирует белок П16. Всем известный, он может быть использован в том числе в морфологической диагностике, хотя по нашему опыту имеет ограниченное значение, дифференциально-диагностическое. Также мы видим часто перестройки в модификаторах хроматина и мутацию в зоне промоторатерт. Таким образом, на основании этих данных биологических, о том, что у нас есть мощный фактор триггерный, есть различные механизмы активации ряда патогенетических механизмов, все опухоли меланцитарные делятся на 9 патогенетических путей, которые группированы в зависимости от наличия либо отсутствия кумулятивного солярного повреждения, то есть действия ультрафиолетов в механизмах развития этих образований. Самое частое – это поверхностно распространяющаяся меланома. И целый ряд образований кожи, как я уже говорила, не имеет большого влияния ультрафиолетового повреждения либо вообще никакого влияния в своем развитии. Это спецоидные опухоли, это акральные, мукозальные меланомы, а также опухоли, которые развиваются из врожденного и голубого невуса. Врожденные невусы – это вообще отдельная история. Что касается голубого невуса, то мы посмотрим чуть дальше, он по своим характеристикам близок к вне кожным меланомам. В чем еще новшество этой классификации? Что помимо того, что у нас есть 9 патогенетических групп, в каждой из этих групп мы сталкиваемся со спектром изменений. От абсолютно доброкачественных в виде невусов до, безусловно, злокачественных в виде меланом. Толстых меланом, тонких меланом, неважно. Но на этом пути есть несколько этапов. Если мы говорим о самых частых, о поверхностно распространяющихся меланомах кожи, то доброкачественной границей спектра является невус, который характеризуется единичным мутационным событием. То есть это, тем не менее, клональный процесс, который, как правило, имеет мутацию в гене Браф часто. И по мере накопления повреждений, в том числе под действием ультрафиолета, развивается дисплазия легкой степени, потом дисплазия тяжелой степени или меланома ин-ситу, которая прогрессирует уже в инвазивную меланому, меланому в вертикальной фазе роста. Видите, для всех образований есть вот такая ступенчатая градация по прогрессии. Для части из них есть ряд вопросов. Безусловно, остаются белые пятна. Возможно, это связано с низкой частотой этих образований вообще в принципе и со сложностями объективного выявления предопухолевых или ранних диспластических образований. Но, тем не менее, в ряде случаев мы тоже с ними сталкиваемся. Это же характеризует и спецоидные опухоли, для которых уже давно описано, что есть атипические спецоидные опухоли, которые характеризуются неопределённым клиническим потенциалом, и зачастую он ближе к злокачественному, чем к доброкачественному течению, что зависит от ряда клинических факторов. И, как я уже говорила, если мы посмотрим на голубой невы, то он по своим молекулярным генетическим характеристикам, близок к увяльной меланоме, на сегодняшний день считается, что эти опухоли развиваются из вне кожных меланоцитов, то есть не является истинно кожной меланоцитарной опухоли. Почему такая концепция возникла ступенчатая? Это, безусловно, порождение практики нашего опыта, который с годами накапливался, и особенностями морфологической диагностики меланоцитарных образований. Потому что этот процесс представляет собой анализ, который требует учёта не просто оценки ряда архитектурных и цитологических параметров, но мы ещё также должны взвесить значение каждого параметра в том контексте, в котором мы находимся, с учётом пола пациента, его возраста, с учётом локализации образования. Это делает диагностику очень сложной и комплексной, и требует всего спектра клинической информации, данных о клинических методах исследований, дерматографической картине. Мы пытаемся как-то снизить степень субъективизма, разрабатываются критерии, каждая нозологическая единица, которая в том числе включена в современную классификацию, помимо качественных критериев, имеет ещё и количественные критерии, неизбежно мы сталкиваемся с тем, что ряд образований не соответствует, в первую очередь, количественным критериям, которые определяют нозологическую единицу. Мы должны что-то с этим делать. Это касается в том числе ядерных характеристик и цитологических характеристик. Поэтому на сегодняшний день та концепция, которую мы имеем в классификации, она не просто говорит нам о том, что есть несколько механизмов развития образований, патогенетических путей, но и в пределах каждой группы патогенетической мы имеем неизбежно спектр образования, в котором у нас есть пограничные значения в виде добра и зла, а также есть ряд реперных точек, которые имеют определение, определенные критерии классификационные, но неизбежно мы можем столкнуться с образованиями, которые находятся в разных частях спектра, в интервалах между определенными точками. И классификация предлагает нам в том числе определение для этих образований, так называемых интервальных образований. Это, в общем, оригинал, как это выглядит, это образование, которое определяет радиальную вертикальную фазу роста. Спектр этих образований разнится, это и поверхностное образование, которые ограничены эпидермисом, либо поверхностной дермой, и имеют архитектурные и цитологические характеристики промежуточные между доброкачественным и злокачественным образованием. Это образование, которое имеет уже дермальный компонент, фактически туморогенные образования, которые также не имеют однозначных морфологических критериев для того, чтобы назвать это, безусловно, злокачественной опухолью. Кроме того, в классификации есть вот этот термин, как промежуточное образование, которое может иметь различные морфологические проявления, но устанавливается фактически этот диагноз на основании молекулярных данных при наличии двух и более перестроек, но меньшее количество перестроек, чем необходимо для полностью злокачественного образования, мы можем назвать его промежуточным, потому что клиническое его течение действительно будет неоднозначным. Есть меланцитарное образование линия плазма с низким потенциалом злокачественности, то есть если мы посмотрим, то это образование, которое морфологически выглядит как меланома, как тонкая меланома, но при этом есть факторы, которые позволяют нам высказаться о том, что оно может течь не так агрессивно, как меланома, есть определенные критерии для этого. И меланцитома на самом деле такое собирательное понятие, если мы вернемся к таблице, то и лоградисплазия, и хайградисплазия определяются как меланцитома, то есть это образование, которое имеет ряд факторов, но не весь спектр параметров, необходимых для меланомы. Безусловно, с одной стороны классификация преследует цель упростить наши взаимоотношения, как-то объяснить тот континуум, с которым мы сталкиваемся, но эта терминология громоздкая, сложная, она запутывает и патологов, и клиницистов, и для того, чтобы перевести наш вот этот морфобиологический язык в какие-то тактические характеристики, предложена вот такая вот схема, это MPAD-DX классификация или рубрификатор, который сродни рентгенологическим классификаторам, как Bayratz или Pyratz, и предлагается патологам вносить свои заключения, помимо описательной характеристики, помимо формулировки нозологической единицы в принятых сейчас терминах, еще и класс по этой классификации. Она была разработана в 2011 году, в 2014 уже клинически была валидирована, поэтому, в принципе, на мой взгляд, рационально пытаться ее имплементировать в нашу практику, потому что она позволяет патологу на основании тех данных, которые он имеет, на основании морфологической картины, выставить степень риска неблагоприятного течения заболевания. То есть имеет ли это образование черты, близкие к доброкачественному, нет факторов, которые могут говорить о том, что он может вести себя агрессивно, это значит, что нет смысла пытаться его как-то агрессивно хирургически или клинически вести, даже в ряде случаев, если это полностью иссеченное образование, нет смысла его реисекать. Второй класс – это образование с низким потенциалом, который желательно иссечь полностью в узких краях, без какого-то расширения. Третий класс – это образование с более высоким риском, которое нужно иссечь в более широких краях, без каких-то косметических дефектов. И последние два класса – это тонкая и толстая меланома, тактика в отношении которых, безусловно, определяется имеющимися факторами прогноза, как уже говорилось, это изъязвление и толщина опухоли на сегодняшний день в первую очередь. Кроме того, это целый ряд минорных факторов, в том числе опухоли-инфильтрирующие лимфоциты. И с учетом клинических рекомендаций, действующих в нашей стране, либо международных, уже строить свою тактику в отношении биопсии сигнальных лимфоузлов и дальнейшего лечения этих пациентов. Вот, собственно, то, с чем можно сегодня столкнуться в морфологических заключениях. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Сергеевна. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, Игорь Сергеевич. Если позволите мне несколько вопросов. Вот, первое касается того, всегда ли все-таки белолома, инвазивного белолома, какой здесь путь от левуса, литубического левуса превращается в белолома, или этот путь прогрессии иногда может быть сокращен для клинически невидимым, потому как многие пациенты вроде бы как приходят с белоломами-деново, и ощущение, что все-таки большинству приходится белолома-деново без дьявола, для чувствующего левуса. И еще парочка этих технических вопросов, которые мне очень понравятся в истории с Танет-Бан-Трикс. Но мы как бы, аналогов сегодня готовы давать облечение соответствующего запекания, которое исполучено, которое произойдет для другимой практики и вошло это в себе. По поводу генетики еще один вопрос, что задал. Значит, литератизм, 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 это за мной, потому что мы же с вами переструйте это развиваться. У вас есть символизм для инвестрации, что здесь мы доставили, чтобы это делать? Добрый. Провокационный вопрос задавайте. Что касается меланомы-денова, то на сегодняшний день концепция патогенетическая такова, что все-таки вероятнее опухоль проходит все этапы. Безусловно, они могут быть сокращены во времени, и клинически может не выявляться доброкачественного условно-пигментного образования на хоже, которое озлакочувствилось. Но основной посыл этой классификации в том, что доброкачественное пигментное образование, клинически доброкачественное, являются фактором риска развития меланом. Я ответила на первый вопрос. Что касается MPAD-DX, то эта схема классификационная есть в классификации ВОЗ. Классификация ВОЗ в нашей стране нелегитимизирована. Никто из патологов не обязан министерством или еще кем-то ее использовать. Поэтому говорить о том, какая доля патологов готова ее использовать, невозможно. Это, безусловно, как правило, люди, которые работают в специализированных центрах, которые имеют коммуникацию с клиницистами и понимают ваши потребности. Я думаю, что большинство из них готово это делать. Это вопрос коммуникации. Говорить о том, что есть какие-то программы по внедрению – нет. В нашей стране нет, потому что в нашей стране есть сложности. В нашей специальности – это грустная история. Ну, это ладно. Нужно сделать, чтобы все-таки, когда не уберялось, то плохо диспетация вышла. Узурпатор. Для этого нужно менять систему, на самом деле, потому что, если мы будем говорить так глубоко о проблемах, то в нашей стране нет стандартов. У нас есть профессиональный стандарт врача-патологоанатома, в котором не прописаны те конкретные параметры, которые он в каждой конкретной локализации, в коже, например, должен оценивать, будь то меланцитарное, не меланцитарное образование. Когда у нас будут стандарты или клинические рекомендации для патологов, тогда ситуация изменится. И когда они будут основываться на классификации ВОЗ, тогда ситуация изменится кардинально, вероятно. Анна Сергеевна, можно тоже? Ответ очень простой. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрированного реактива нет. Пытаюсь влезть, а то он опять задавит какой-нибудь вопрос и не даст больше никому. Нет, у нас время есть. Я в восхищении от вашего доклада. Давно не фотографировал доклады русские где-то на конференциях. Это просто потрясающий доклад. И в этом контексте у меня есть первый вопрос. Нет ли у нас риска гипердиагностики меланомы по тонким препаратам, когда мы понимаем, вы нам сегодня показали, насколько тонкая иногда бывает грань между добром и злом. И как вообще избежать вот этой проблемы, где мы можем ставить людям меланому, которой, может быть, еще нет? И как это провести эту границу? Если честно, на самом деле, мне кажется, что с выходом этой классификации для патологов, которые, в общем, может быть, не так узко специализируются на коже, но знакомы с ней, повышается в большей степени риск гипердиагностики промежуточных образований. Это свойство очень общечеловеческое – уйти от категоричного заключения, и эта классификация дает патологу такой инструмент. То есть вместо меланомы некая предмеланоцитома. Меланоцитома. То есть сказать, что я вот вижу что-то, что мне не нравится, но назвать это меланомой я не могу. И насколько здесь вот, скажем так, фактор артифициальных каких-то воздействий, там, при аналитической фазе, сколько хранится этот препарат, как это должно быть, насколько это влияет на то конечное заключение, которое вы нам дадите, вот, между меланомой или меланомой, меланомой или вот с чем-то таким, которое еще не случилось. Это критическим образом влияет. Потому что, на самом деле, то, с чем мы сталкиваемся, зачастую это и физическое повреждение фрагмента, который мы исследуем, тяжелое. Это лазер, это коагуляция, там, это электроношка, я не знаю. То есть это действительно, ну, это поджаривание фрагмента, и это приводит к изменениям цитологическим, артифициальным, которые могут симулировать меланому. То есть это укропнение, вакуализация, там. То есть это выглядит страшно просто за счет артифициальных изменений. Это один, действительно, из механизмов. Преаналитический этап имеет чрезвычайное значение. Потому что то, с чем мы сталкиваемся в нашей практике, даже учреждения, которые имеют специализацию онкологическую, зачастую исеченный фрагмент кожи помещается в емкость размером с фрагмент и сбрызгивается формалином. Это не является адекватной фиксацией. Соотношение объема ткани и объема фиксатора должно быть 1 к 20. То есть объем фиксатора должен в 20 раз превышать. То есть помимо того, что фрагмент механически деформируется, потому что он принимает форму емкости, вплоть до упаковку от бахил используют для этого. Ну это было бы смешно, если бы не было реальностью нашей. Поэтому эти факторы артифициально приводят к тому, что диагноз не устанавливается после, казалось бы, адекватного хирургического вмешательства. Помимо квалификации патолога, его информированности, его опыта. И еще одна проблема – это вырезка. То есть если патолог в неспециализированном учреждении рассекает образование и укладывает его в кассеты неадекватным образом, это тоже может приводить не только к невозможности оценить статус крово-резекции, но и зачастую к невозможности оценить потенциал образования в целом. То есть здесь вот таких технических нюансов очень много, которые могут приводить к потере информации полнейшей. И можно последний вопрос. Есть ли что-нибудь с точки зрения патологии, касается вот спонтанно регрессирующей меланомы, какие-то, может быть, отдельные нюансы биологические, которые можно в эту классификацию поставить? Или этот феномен пока не имеет никаких определенных черт и причин? Ну, на самом деле, что значит, есть определенные черты морфологические, безусловно. То есть мы видим признаки регресса, полного или неполного. Основная проблема для морфолога создается, когда мы видим полный регресс. Единственное, что позволяет поставить диагноз в данном контексте, это наличие единичных, атипичных эпидермальных меланоцитов. То есть их нужно искать. Это, опять же, вопрос самплинга, вопрос исследования тщательного образования. Если нет клинических данных о том, что это пигментное образование, возможно, регрессировавшее, то, в общем, при определенном неопытности или других обстоятельствах внешних могут как рубец трактовать эти изменения, потому что даже лимфоцитарная фильтрация может быть выражена по-разному. Что касается биологических основ этого процесса, то все-таки на сегодня мы считаем, что это иммуногенность опухоли, которая приводит к реакции иммунной системы, которая способна элиминировать ее, по крайней мере, в первичном очаге, в том или ином виде, частично, либо субтотально. Что касается классификационного места этой нозологической единицы, то ее нет сейчас. То есть она не относится к какому-то отдельному патогенетическому пути. Как правило, спонтанному регрессу подвергаются поверхностно распространяющиеся меланомы. То есть это как одна из описательных характеристик и прогностических характеристик, потому что это, безусловно, фактор неблагоприятного прогноза. К сожалению. Хотя, казалось бы, свидетельствует о реактивности иммунной системы. Да, Галина Ивановна, будьте любезны. Спасибо большое. Очень интересно для клиницистов послушать информацию. У меня вопрос еще раз по поводу регрессии, спонтанной регрессии. Всегда ли мы все-таки должны понимать, что если Маркова описывает нам спонтанную регрессию частично, то, скажем, та толщина, которая указана в дискологическом заключении, она не соответствует реальной толщине. То есть мы заранее должны понимать, что, скорее всего, здесь была более инвазивная меланома. Или вот этой спонтанной регрессии подвергает, ну, как бы она не сказывается на максимальной толщине опухоли? Это действительно основная проблема регрессирующей меланомы в том, что мы не можем ее прецизионно стадировать морфологически. Косвенным признаком истинной глубины, истинной толщины меланомы является уровень залегания лимфоидного инфильтрата. Но он может быть выражен в разной степени. Фиброзные изменения могут быть выражены в разной степени. То есть именно проблема регрессирующей меланомы в том, что фактически это ТХ-опухоль. Даже после иссечения. Мы не знаем, какова она была на самом деле. Была ли она толще или тоньше? Зачастую у нас нет механизма, который позволяет утверждать. Второй вопрос. По мере того, как будут развиваться программы ранней диагностики, я так понимаю, что перед московодами будет вставать все чаще и чаще вопрос вот этой диагностики между доброгаченными образованиями и логаченными. Мы видим, как сложна вот эта, так скажем, диагностика. Стратификация, да. Да, мы сейчас, мы уже тоже встречаемся с такими заключениями. Вот прям совсем недавно предметное образование. Заключение так выглядело. Предметное образование определенной степени АТП. И в одном из фокусов, вернее, один из фокусов подозрительный в отношении меланома-энситута. Мы как клиницисты, мы должны выставить диагноз меланома? Или вот это больше сомнений в пользу меланома, чем реальность? Нам хочется иметь светофорчик красный и зеленый. М под ДХ. Да. Это, на мой взгляд, может быть тем светофорчиком, который позволяет нам понимать друг друга. Вот за всей этой мишурой терминологической, которую мы используем. Потому что, если честно, на мой взгляд, это образование, если у вас есть один фокус подозрительный на меланому-энситуту, во-первых, это значит, что он не соответствует количественному критерию для установления нозологической единицы поверхностно распространяющейся меланома в фазе инситу. Это раз. Если мы обратимся к МПДХ, то это значит, образование, которое относится к третьему классу, требует и сечения в пределах 5 мм. Сечение требует. А диагноз мы выставляем меланомом? Мы живем в России, и с учетом взаимоотношений наших с ОМС вы можете поставить диагноз меланома инситу. Хотя биологически, вероятнее, это образование будет вести себя более доброкачественно, чем истинный меланома инситу. Но юридически у вас есть право, Галина Юрьевна. Есть фокус меланома инситу. Так Анна Сергеевна сказала, мы где живем и с кем работаем. Анна Сергеевна, извините, я еще задам вопрос. Я, наверное, надоел своим вопросом. Количество срезов при сигнальной лимфоузле? Стандартов нет. Я знаю, поэтому я и задаю каждый раз вам этот вопрос. Как-то это регламентировать. Мы в своем учреждении делаем 3 стекла по 3 среза. Спасибо. Еще вопрос, коллеги. Анна Сергеевна, у меня вопрос по поводу беспигментной меланомы. Проблемы в диагностике и дифференциальной диагностике. Мы сталкивались несколько раз со случаями на передифференцировке с излоглечной саркомой. Как вы думаете, вот в этом случае, вероятность ошибки, она существует, обращаться в референс-центры морфологам, либо самим решать проблему? Если мы говорим, все-таки, как правило, дифференциальный диагноз между светлоглечной саркомой идет с метастазами меланомы в мягкие ткани. Потому что если мы видим меланому кожи, у которой есть эпидермальный компонент, в котором мы видим, что это образование развилось из эпидермиса, что это кожное образование, то здесь не встает дифференциальный диагноз со светлоглечной саркомой. Если же мы говорим о метастазах, то тут только молекулярно-генетические методы могут рассудить нас. Спасибо. Еще вопрос. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Спасибо.